В этой задаче мы думаем за черных. Четыре черных камня окружены в углу. Против них сильная группа белых справа. У нее пять дыханий. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эта белая группа, она ослабленная. У нее есть два разрыва внутри. Раз и два. Эти камни слабые. У них два дыхания. И два слабых камня на линии смерти. Но бороться мы с ней не можем, потому что она вышла из окружения. Бороться мы будем, как обычно, в задаче сильной группы. У нас всего три дыхания. Практически в два раза меньше, чем у белых. Но несмотря на то, что мы сильно слабее, благодаря тому, что мы находимся в углу, и с этой стороны белые камни действительно слабые, мы можем выиграть много времени. В чем проявляется слабость белых? Дело в том, что белым нужно для того, чтобы эффективно атаковать черных. Ну вот, к примеру, если мы создадим здесь уже известный нам по предыдущим задачам недоступный перекресток. Чтобы на него попасть, белым нужно сначала соединиться. Я имею в виду вот это попадание сюда. Чтобы в него попасть, белым нужно соединиться здесь. Это раз. Они все еще не могут поставить сюда, потому что они останутся с одним дыханием. И черных съедят. Второй нужен ход белым. И все равно они не могут поставить самый угол, потому что они останутся теперь там с одним дыханием. И черных съедят. Третий ход. Только на четвертый ход белые могут сюда попасть. Получается, что здесь, благодаря неэффективности белой формы, белые будут вынуждены потратить колоссальное количество камней, чтобы занять этот перекресток. Давайте подумаем, что может сделать белый с этой стороны против нашего хода. Ну, самое простое решение – это не дать построить черным глаз и отнять дыхание. И вот дальше в таких задачах чаще всего работает вот такая жертва. Эта жертва, насколько я помню, впервые была применена задача номер два. И периодически она появляется в разных задачах. Это специальный прием. Цель его следующей. Белый вынужден захватить эти камни. Этот камень захватывать его. И в результате появляется белый камень, который крадет одно дыхание. То есть до этой жертвы у белых было пять дыханий. Раз, два, три, четыре, пять. После того, как мы камень пожертвовали, у белых стало четыре дыхания. Раз, два, три, четыре. Может ли белый этот камень не захватывать? Какое-то время, конечно, может его не захватывать. Но рано или поздно ему все равно придется камень забрать. И мы помним о том, что, например, чтобы попасть сюда, нужно четыре хода. То есть это пятое дыхание. А сейчас у белых всего четыре дыхания осталось. Из-за вот этого белого камня, черного камня, который мы поставили. Из-за нашей жертвы. Получается, что мы уже сейчас начинаем опережать. Хотя у нас реально всего два дыхания. Но за счет позиции наша слабая форма оказывается вполне себе боеспособной. Она может противостоять камням, у которых в два раза больше дыхания. Итак, белый захватывает черного. Черный занимает ключевой перекресток, который мог бы дать белым глаз. Никогда не давайте группе противника построить глаз. Например, вот это был бы глаз. Чем для нас эта проблема? В том, что мы сюда можем попасть в самый последний момент. То есть нам сначала нужно будет окружить камни снаружи. Потом нам нужно будет окружить камни с этой стороны, что мы уже не можем делать. Потому что это недоступный перекресток. У нас их всего было два дыхания, у нас теперь одно осталось. Ну, допустим. Дальше мы должны будем поставить сюда. И только теперь мы можем попасть в глаз. Поэтому глаза сопернику не даем, глаза выбиваем. И вопрос, что теперь делать белому в этой позиции. Он может соединиться, пожалуйста. Это его право. Цель его в том, чтобы потом занять второе дыхание. У нас останется последнее. Но что мы тогда делаем? Мы сами ставим белых в такую позицию, когда у них тоже два дыхания. Одно общее. И если сейчас белые пойдут по этому плану, то у всей белой группы останется одно дыхание. Последнее дыхание. Мы ставим сюда черный камень. Белых снимаем с поля. То есть получается, что этот перекресток недоступен. В него можно попасть последним. А что до этого? До этого сюда. А чтобы попасть сюда, нужно четыре хода подряд. Очевидно, что белые в этой задаче проиграли. Напомню, что изначально у них было практически в два раза больше дыхания. Все, что мы сделали. Мы заняли позицию в углу на линии смерти. Создали недоступные перекрестки. Дальше мы пожертвовали черный камень. Для того, чтобы появился бессмысленный для белого, ненужный камень на дыхании и украл его. И дальше уже спокойными линейными действиями просто окружили белых и поставили в ситуацию, когда они играть дальше не могут.